Накануне глава региона Станислав Воскресенский пообщался с жителями в прямом эфире. Более 30 вопросов в ходе включения были озвучены. Они касались разных тем и сфер – ЖКХ, дороги, образования, благоустройства и здравоохранения. Много жителей региона спрашивали губернатора про частичную мобилизацию. Некоторые ответы прозвучали в нашей программе сразу же после завершения прямого эфира. Сейчас остановимся на других важных темах. Например, жителей волновала транспортная реформа. Проводились исследования, обсуждения, но когда же она будет запущена? Станислав Воскресенский ответил. Пока что новая транспортная схема поставлена на паузу. И в частности есть сложности с поставками больших автобусов, которые должны прийти на смену маршруткам. Работать здесь будет по двум направлениям. Первое – мы обязательно это сделаем, как только будет возможность приобретения такого транспорта общественного. И второе – я считаю, вот сколько надо, столько и будем с жителями города обсуждать маршрутную транспортную сеть. Надо договориться. Я не люблю слово «реформа». Реформа всегда кто-то проигрывает. Поэтому это не транспортная реформа, это улучшение качества работы общественного транспорта. Города в регионе благоустраиваются, но проблема остается – мусор. Глава региона напомнил, что в областном центре сейчас работают по плану. Мы уже рассказывали, что мусорными проблемами здесь занимается «Росатом». Еще в апреле городские власти заявляли, что потребуется около 14 месяцев на приведение в порядок 90% контейнерных площадок. Надо набраться терпения и ждать. Пишут, что Станислав Сергеевич уже нескольким многодетным мамам озвучили здесь вопрос о продлении статуса многодетной семьи, если старший ребенок учится на дневном отделении. Такие обращения поступают регулярно, поскольку с наступления 18-летия семья теряет немногие льготы, которые есть, а по сути ребенок также остается во время обучения на издевении семьи и родителей. Я считаю, что это правильный вопрос. Я поручу его проработать и посчитать. Потому что в итоге это же вопрос связан с чем? Здесь же не просто статус нужен. Если имеется статус многодетной семьи, там соответствующие льготы включаются. Несколько сообщений поступили по сфере образования. Без внимания не остался вопрос низких зарплат учителей малокомплектных школ. Я сейчас поручу обязательно социальному блоку правительства с этим разобраться. Разобраться, я имею в виду, посчитать и поискать там решения. Еще до начала прямого эфира под анонсом родители детей с расстройством хаотического спектра спрашивали, когда все-таки начнет работу ресурсный класс на базе 68-й школы. По словам главы региона, пилотный проект по созданию ресурсного класса обязательно запустят и в случае успеха распространят практику на всю Ивановскую область. Пока речь идет о пилотном проекте, я прошу социальный блок и городские власти не затягивать. Уже в течение месяца всю необходимую работу провести, чтобы такой класс заработал уже через месяц. Как всегда популярной была тема здравоохранения. Не хватает врачей, жалуются жители региона, в частности узких специалистов. В ходе эфира поступили вопросы из Вичу Гейшуэ. В последнем городе в детской поликлинике, например, нет окулиста. Во-первых, конкретно по Шуйской детской я поручаю департаменту здравоохранения, точно так же, как и по Вичуге, взять на особый контроль. Если невозможно сразу обеспечить 100% комплектацию, значит, через совместитель это обеспечится. Графики конкретно должны быть. Но действительно, медицина должна быть доступной. Воскресенский также напомнил, что работа с медицинскими кадрами начинается еще со студенческой скамьи и действуют меры поддержки. Что дает свои плоды. Работать в регионе в 2022 году остались 130 выпускников Медакадемии. Отдельно остановились на вопросе запуска новых спортивных объектов. Конкретно, когда откроется комплекс с ледовой ареной и бассейном в микрорайоне Видный. Глава региона пригласил автора вопроса 3 октября проверить готовность объекта. Формат прямого общения онлайн Станислав Воскресенский обещал продолжить. И все оставшиеся вопросы, которые поступили к встрече, без ответа не останутся.